так давайте посмотрим что у нас сегодня нашем окошечке 13 декабря вот она запечатана и сейчас вскрываю вскрываю ready set glow на старт внимание сиять вот в этой капсуле содержатся какие-то такие вещества которые заставляют вас сиять до вашу кожу вот мне так кажется потому что видите написано active night это не значит что спать нужно идти да а что именно нужно вот как раз активными быть ночью на вечеринке имеется ввиду сегодня солнышко временами выглядывает хотя достаточно прохладно едем в орингтон в шоп магазин мебельный о котором я вам уже говорила мы заглянули не только мебельный магазин мы еще сделали несколько покупок и вот сейчас по дороге назад я вам кое-что расскажу ну давайте пока мы едем я вам расскажу что случилось в магазине мы приехали в магазин нас направили менеджер к менеджеру по работе с клиентами она выслушав колина была конечно очень удивлена как так почему половинку дивана вот именно колинга естественно почему половинку дивана он как я тоже удивился но если у вас как они объяснили другая половинка была повреждена тогда просто не привозить его правильно зачем нужно было привести только одну половинку куда ее девать и вообще какую ментальность какие мозги должен иметь человек чтобы решить чтобы привести только половинку от дивана но нам тут конечно стали поступать извинения ах извините ах простите мы вашу проблему постараемся решить постараемся решить она стала звонить в головной офис который находится в лондоне и сказала что примерно в течение часа колину поступит звонок от менеджера звонок поступил менеджер опять стал извиняться приносить нам свои извинения и возмущаться как же это так как так случилось кто это доставил но в общем опять по этому же кругу мы и идем понимаете хорошо с менеджером поговорили она сказала что я директор по работе с клиентами и выше меня уже никого нет я сейчас направлю письмо на электронную почту там будут мои все данные если что звоните мы значит будем разбираться и вам сейчас опять в течение часа кто-то перезвонит в течение часа нам перезвонили да но коли не успел снять ну как бы ответить на телефон поэтому телефон отключился он стал набирать на этот же самый номер по которому мы звонили вы вышли на горячую линию и там началось если вы хотите то то нажмите один если вы хотите тот нажмите два три четыре пять если хотите поговорить с менеджером значит вступайте очередь вам перезвонят хорошо мы вступили в очередь и опять ждем нам перезвонили и вы знаете началась та же самая история кто вы такие какой у вас номер заказа что случилось какие у вас жалобы вы представляете то есть мы ходим по одному и тому же кругу только к разным менеджерам попадаем коллинга дайте мне просто одного человека который бы сопровождал нас вот на этом пути зачем нам три четыре человека я каждый раз рассказываю одну и ту же историю и каждый раз меня отфутболивают к другому менеджеру то здесь как бы понимаете концов получается не найти никто не хочет сталкиваться вот с этой проблемой вот пока у нас дела идут таким образом коллег кстати спросил менеджер магазина говорит чтобы вы сделали на моем месте она говорит я бы на вашем месте запросил бы полный возврат денег это понятно если мы запросим полный возврат денег у нас и мебель тоже заберут он говорит я этого не хочу я хочу нашу мебель да я хочу как бы диван чтобы у меня стоял ну вот это самое менеджер головного офиса надо обещала нам разобраться на где возьму дело под свой контроль на самом деле ничего этого не будет потому что уже нас отфутболили к другому менеджеру который тоже нам уже перезвонила в общем неизвестно вообще чем это дело закончится конечно мы напишем жалобу конечно я напишу на фейсбук сфотографирую нашу половинку диван помещу на страницу все напишу перешли по разным группам чтобы все видели да что у нас происходит вообще так как вот вы допустим говорите пусть колин попросит компенсацию пусть будет разбираться я очень хорошо видео доgedown не будет просить никакой компенсации будет вот знаете перебирать вот это вот все да он такой человек он скажет все мне привезли мебель да ну когда-нибудь его привезут он скажет все я буду удовольствиться вот этим но с этой компанией больше работать не буду Ну, то есть, как бы ничего не будут покупать. Вот и все. То есть, он больше ничего делать не будет. Я, конечно, со своей стороны сделаю все, что возможно, да, но он нет. У нас уже были такого плана ситуации, ну, не в таком, конечно, масштабе, но были такого плана. Он просто разворачивался и уходил, и все. Он говорит, я с этой компанией, с этой организацией больше, ну, как бы не работаю, ничего у них покупать не буду. Поэтому мы просто, наверное, будем ждать звонка. Все-таки, если не будет звонка, мы опять будем звонить. Вот. Да, еще, значит, менеджер вот этой головной компании. Я сидел. Идем. Идем ко мне. Вот, какой хороший мальчик, малыш. Коля разговаривал с менеджером головной компании, на чем они порешили. Он попросил ее заменить нашу половинку, забрать ее и привезти нам любой диван, более-менее подходящий по цвету и по фактуре. Она сказала, хорошо, но я не гарантирую, что я найду те же самые размеры, тот же самый цвет и ту же самую фактуру. Вот и все. На это мы порешили. И когда все это случится? До Рождества, скорее всего, этого не будет. Коля говорит, у вас наверняка есть какие-то там шоу-румы, да, где у вас стоят экспозиции с этими диванами и так далее. Ну, вы уж там посмотрите. Да, да, она говорит, мы все сделаем со своей стороны, мы все решим, все сделаем. Но вы знаете, что-то я очень сомневаюсь. Они, как я уже сказала, были очень хороши, когда хотели нас уговорить, чтобы мы купили у них мебель, и мы купили. Вот. Нам все показывали, рассказывали. Тут продавец суетился, бегал, чай нам предлагал. Но как дело дошло до решения проблем, видите, один перекладывать на одного, второй на третьего и так далее. Ну, посмотрим, как получится. Ну, вот, наверное, и все. Мы с Йосикой, как всегда, желаем вам хорошего настроения, ожидания чудес, избыча мечт. Да, Йоси? Всем до свидания, всем пока. Увидимся завтра. Ой, ну нет. Забыла вам самое главное это показать. У Йосики новая кровать. Вот, видите, какая. Кстати, вот мы ее купили, вот эту штучку, да? Йоси, ну подожди, я покажу. Она такая, видите, рождественская. Вот. Колин ее сюда положил, коробочку его убрал, корзинку, положил сюда. Йоси понюхал, посмотрел, ушел. Потом Колин пришел, положил вот этот вот, вот это покрывальце. Йоси опять не заходит. И только когда Колин взял его на руки, принес сюда, уложил, вот тогда уже было все. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова